Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях олимпийский чемпион многократной погребли Иван Климентев, депутат Сейма от партии «Согласие» и многолетний активист различных олимпийских движений. И мы сегодня решили продолжить разговор, который начали две недели назад, о спорте высоких достижений и почему у Латвии, к сожалению, в последнее время не очень получается. В этом спорте получать какие-то высокие результаты. Хотя, как будто бы спортивное движение в Латвии развивается, и особенно самоуправление в этом очень активно проявляет себя. Например, Рижская дума развивала программу строительства спортивных площадок при школах, которые были открыты для всех жителей микрорайонов и, конечно, очень сильно оздоровили ситуацию в этих районах, потому что действительно люди стали приходить, заниматься физкультурой, заниматься какими-то спортивными занятиями. И дети нашли себе применение своей активности своим, так сказать, молодым мускулом. И это очень хорошо. Много построено в районах Латвии спортивных объектов. Вот недавно в Резакне открылся ледовый холл. Конечно, это очень большое дело для города и для Латгалии в целом, потому что это и занятия фигурным катанием, это и хоккей. Ну, это вообще точка притяжения для людей, как и, в принципе, наверное, должно быть со спортом. Но мы сегодня говорим о высоких достижениях и о том, почему, может быть, та традиция, которая была создана в Латвийской ССР, наверное, еще в спортивных занятиях и в тех видах спорта, где действительно у нас есть достижения высокого уровня и даже олимпийские награды, ну, например, как в Гребле, почему-то не получила такого логичного продолжения. Добрый день, Иван. Добрый день, Люся. И приглашаем слушателей звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-12-93-9, и задавать свои вопросы, может быть, делиться мнениями о том, как вы организуете, например, занятия своих детей. Окей, видите ли вы необходимость, чтобы дети действительно выходили в большой спорт, или для вас это просто занятие, занятие, на которое ребенок тратит свое время, вы тратите немножко своих денег или, может быть, много своих денег, но хотели бы просто, чтобы ребенок занимался этим для здоровья. Но все-таки, если у ребенка есть талант, каждый родитель, наверное, хотел бы, чтобы этот талант реализовался в полной мере. И на какой-то ступени развития этого спортивного таланта наступает момент, когда уже сил родителей тренера спортивной школы недостаточно, а нужно что-то еще. Вот что это еще нужно, Иван? Ну, нужно тогда как бы сесть за круглый стол специалистам и конкретно поговорить о том, что поставить цели. А что мы хотим достичь? Мы хотим подниматься на звездный Олимп, там, на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Нам нужны золотые медали или нет? Хотим побеждать на чемпионате мира? Хотим, допустим, чтобы наши представители были во многих международных федерациях? Или, допустим, мы хотим, чтобы наши дети были сильные? И давай сядем, допустим, и поговорим, а что для этого нужно? Сколько это будет стоить? Такой парадоксальный вопрос, но действительно все стоит денег. Ну, что нельзя, допустим, если мы там вложим 20 тысяч в одного потенциального олимпийца, что он привезет нам золото. Нет, этого недостаточно. Или, допустим, чем занимается наша спортивная школа? Работают ли они профессионально с полной отдачей на результат? Или просто прекрасно проводят время дети? Если такая задача, и, допустим, Министерство образования ставит ли задачу такую перед спортивным школам, перед Муринской спортивной гимназией, перед Олимпийским комитетом? Нет, нет такой задачи. Мы просто живем, каждый год мы просим денег, нам надо больше, больше, больше. А когда проходят Олимпиады или Чемпионы мира, а результаты, ну, не получилось. Ну, не получилось. Допустим, прошли 4 года назад… Хорошо, а куда же тратятся эти деньги больше, больше и больше? Ну, деньги тратятся, аппетиты у всех растут, федерации становится больше. Тоже с каждым годом. Сейчас, по-моему, там 96 официально зарегистрированы, и Кауды просят денежки на свое развитие. И многие годы мы уже говорим о том, что нужно выбрать приоритетные виды спорта, что это не так далеко, но, тем не менее, мы их не называем, эти приоритетные виды спорта, поэтому всем даем по чуть-чуть, все развиваются по чуть-чуть. Всем сестрам по серегам. Да, а конкретно, допустим, мы не развиваем конкретный вид спорта, допустим. Или мы построили столько много баскетбольных залов в Латвии, если взять, да. А, извините, а где у нас баскетбол? А где у нас волейбол? Ну, были же у нас достижения. Была знаменитая программа, команда ТТТ. В 50-х годах были, да. Трамбайн от роллейбусного треста. Да, тогда Европа была тоже другая, конечно. Уля Семенова привносила большой вклад в эту команду, это раз. А, во-вторых, Европа, и особенно женский баскетбол, не такой был развит, как сейчас, допустим, развит женский баскетбол в Европе. Это намного сильнее. И у нас потенциал, конечно, тоже стал меньше в Латвии. Народу стало меньше, выбрать не искало. Нет, народу, может быть, нет, потенциал-то есть. Потому что при Балтии они всегда считались такими, как бы, спортивными и высокими людьми. Взять тоже в Советский Союз. Если баскетбол берем или голливудом, например. Вообще высокие, высокие люди. Сами по себе, вот, чем человек с севернее живет, на севере, он более высокий ростом. Это уже, как бы, плюс тому, что люди приспособлены играть в баскетбол. И у нас традиция, нам повезло, наверное, с тем же, что, допустим, в свое время приехал Гомельский, возглавил команду СКА, и мы взлетели вверх. И, фактически, мы идем на той базе, что создал тогда Гомельский. А Тихонов приехал, возглавил «Динамо Рига». Могут. Тихонов приехал за несколько дней, поднял «Динамо Рига» до второго места в чемпионате Советского Союза. И мы до сих пор живем, допустим, тем, что вот у нас это было. Показал нам, что это реально-то можно. Сейчас, как бы, там праздновали юбилей, не юбилей, а 72-й год. Вспоминали, как там Белов забросил «Звездный час». Это было, там тоже было, если посмотрим этот фильм, что движение вверх, что из ничего можно сделать. Главная цель – один человек, один энтузиазм создает и идет вверх. Он верит в то, что он делает. Допустим, так и сейчас здесь, допустим. Но у нас, если нет цели, если нет задачи, мы понастроили очень много спортивных объектов, но они, я так скажу, они пустые. Взять, допустим, спортивные объекты, тоже Олимпийский центр Риги. Большой? Вроде, да, большой, но он может быть еще больше. А где комнаты для тренеров? Нету комнаты для тренеров даже там. То есть ты пришел и ушел, а тренер должен после каждой тренировки проводить разборки, сидеть, допустим, копаться в бумагах, копаться в видеозаписях, сидеть все. Анализировать. Абсолютно с другими игроками, а не в раздевалке это делать, допустим. То есть нет такого аналитического отдела. В Латвии нет методической библиотеки. Она была в те 80-е годы, где-то пропали. Никто не знает, где она пропала, методическая библиотека. А раздвинание осталось в Академии спорта, например? Академия спорта – это своя библиотека. Это не методические. Методические кабинеты, они были здесь, в Риге были все. А куда пропало, все непонятно. Выбросили, сожгли или утилизировали. Ну, это же советское наследие надо уничтожить. Ну, нет. Или кто-то просто держит у себя дома, но не признается в этом. А это материалы. Те материалы, которые были, те статьи, которые были, они до сих пор актуальны. Они актуальны. То есть физиология человека никуда не денешь. В биомеханике, в физиологии она осталась, допустим, изменилась только то, что новые к нам пришли, новые технологии, новая форма одежды, новые какие-то условия тренировок. Это да, но с этим нужно работать. А у нас, допустим, Олимпийский комитет все эти 20 лет отказывался категорически сотрудничать с Академией спорта Латвии, хотя там специалисты. Сейчас что-то, потепление такое пошло, да, но все равно это мало. А это без науки, спорт, это шапками просто так. Это Китай может закидать шапками, но и то Китай обращается к науке, вкладывает большие ресурсы, чтобы не бегали 20 человек за одним мячиком, а чтобы один человек принес одну медаль. То есть это именно то, почему вы сами защитили докторскую диссертацию? То есть вам хотелось свой спортивный опыт реализовать в какой-то документ, который был бы доступен всем? Да, у меня я проанализировал свои 10 лет, скажем, высших достижений. У меня так получилось, что у меня было 5 победных лет, где я приносил золотую медаль на Олимпийские игры, чемпионат мира, и 5, скажем, там, где я не побеждал. Я стоял на пьестале почета, но я не побеждал. И меня интересовало, а почему я не побеждал? Что мне мешало побеждать? Вот я когда разложил всё это по циферкам, у меня сохранились все дневники, которые я перечитал, километры, я прогрёб, пробежал сколько километров на лыжах, пробежал тонны, поднятые в часах, всё это измерено тоже. Вот это получилось, что у меня тенденция получилась, всё. То есть, был найден алгоритм подготовки спортсмена к золотой Олимпийской медали. И примерно сколько нужно делать, допустим, в каких зонах мы работали по пяти зонам интенсивности работы, в зависимости от пульса, в зависимости от времени работы в разных отрезках. И мы знаем, сколько нужно проделать, какой скоростной работы, чтобы достичь этого результата. Конечно, можно сказать так, но не каждый человек – это индивидуальный, но для этого есть тренер, для этого тренер учится, допустим, что определить, а какая у него индивидуальность, какая его сильная сторона и где больше шансов получить медаль. То есть, вот это есть. Сейчас уже наука позволяет, чтобы определить… Первый тренер – это не просто дрессировщик, который натаскивает человека на определённое движение, но и супермозг, который способен определить, к чему способен данный индивидуум и развить те качества, которые позволят ему выйти на высшие достижения. Он ведёт это, спортсмены, и порой, допустим, тебе ни один компьютер не может дать ответ, ни один человек не может таскать. Как у меня там был знакомый такой Стасик Горбаковский из Польши, он сказал, я бумагу могу написать сколько хотите, но буду я работать так, как подскажет мне свой нос. И он привёл своих ребят к званию чемпиона мира и призёром Олимпийских игр. Марик Голубик, Марик Депералов был в польской команде. И это тоже тренер чувствует, можно поставить на это, нельзя поставить. То есть, талант тоже нужен для тренера. Да, талант тоже. Есть тренера, которые прекрасно работают с детьми, но они никогда не достигнут ничего, допустим, в спорте высшие достижения. Но они прекрасно создают эту базу, допустим, для того большого спорта, для следующего шага этих спортсменов. Есть тренера, которые работают как среднее звено, прекрасно, но есть тренера, которые видят достижения, как этот спортсмен будет, сможет достичь или не сможет достичь. У нас есть звонок, давайте послушаем, надевайте наушники. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Вот смотрите, какая ситуация получается с большим спортом. Человек уходит в большой спорт, отдает свою энергию, силы, здоровье. В итоге они на процентов 40 остаются инвалидами. А что ожидает их в итоге? Какая пенсия и все остальное? Вы посмотрите, какой у нас медицина сейчас, в каком состоянии? Какое налоговложение потом с пенсионным фондом? Спасибо. Спасибо. Вы не представились, как вас зовут. Я был в большом спорте 17 лет. С 1981 года по 1997 год. И я участвовал во всех чемпионатах мира, в 13 чемпионатах мира, трех олимпийских игр, дружбы 84. Я не могу сказать, что я принадлежу к тем 40% инвалидам, как вы их назвали. Инвалидами становится, скажем так, может быть потому, что спортсменам не повезло с тренерами. Тренер где-то перегрузил, тренер где-то хотел очень рано, чтобы этот спортсмен достиг чего-то. Не выработав у него выносливости, какой-то нагрузки, он переживал его требования к нему. Вы же, если, допустим, в «Жигули» поставите мотор от «Феррари» и погоните ее на 300 км, она развалится. «Феррари» есть «Феррари», а «Жигули» есть «Жигули». Также человек, допустим, если ты залез в него бензин, который разорвет эти все мышцы, артерии, то, естественно, это не готов. Артерии также, они укрепляются, тренируются, становятся сильнее, что, допустим, это давление, которое во время нагрузок передается, чтобы это сердце качало кровь, это, допустим, под высоким давлением, и эти артерии все, они выдерживали, допустим, всю эту нагрузку. И те же мышцы не рвались, а когда ты пытаешься поднять вес, который не твой вес, ты еще не готов к этому, вот получаются эти травмы. Ну, 40% инвалидов нет, если, допустим, взять статистику, сколько людей посещают там поликлинику или больницу, то там люди, которые со спортом совершенно не имели ничего общего, и они также больно, и позвоночник у них больной, потому что именно ничего не делали, допустим, в детском возрасте, это не то, допустим. Другое дело, как бы сказали, что они получают, у нас персональную пенсию получают только люди, которые являются призерами Олимпийских игр, чемпионами мира, и, так сказать, заслуженные люди, работники спорта тоже, они имеют право претендовать на небольшую пенсию в Олимпийском комитете, есть социальный фонд Ильяна Семенова. То есть у вас есть такое право, лично у вас, например? У меня, как олимпийского чемпиона, есть такое право, да. И все, это, конечно, скам-то, ну, мало, мало, но, как бы, этот фонд постоянно пополняется деньгами, но людей тоже приходит больше, как бы, больше, больше, все. Вот, потому что… Небольшая пенсия – это сколько? Ну, в зависимости, если, допустим, ты не просто как работник спорта, то это 200 евро в месяц. Это 200, но олимпийский чемпион 600 в месяц. Это, ну, раньше было достижение 60 лет, но с этого года, с января, если ты являешься олимпийским медалистом, олимпийских игр, и прошло уже 12 лет после того, как эта медаль получала, ты имеешь право начать получать это. То есть, как бы, оговорено. Ну, в Литве, допустим, этого за золото получают 2000, уже с 35-летнего возраста, за серебро там полторы, тысячи, тысячи, шестьсот. Ну, это уже не просто какой-то из какого-то фонда, это государственная пенсия по закону. Да, это утверждено законом Литвы и все. В Польше там тоже от 2000 получают зарплата. То есть, не может быть так, что в Олимпийском комитете, допустим, деньги кончились, и тогда и пенсию не платят? Нет, нет, нет. Но здесь тоже у нас в социальном фонде Ульяна Семеновна, там тоже, допустим, они предоставляют министерство образования, сколько у них есть потенциальных, допустим, человек, сколько им нужно деньги. Но, конечно, не всегда министерство образования удовлетворяет эти потребности. Ну, как-то дело идет, но как бы не уменьшает, в крайнем случае, это позитивно. Хорошо. Значит, мы возвращаемся к этапности подготовки спортсменов. Мы понимаем, что есть спортивная школа или тренер, который начинает заниматься с детьми, готовит ребенка, выявляет талантливых, которые могут перейти на следующий этап. И на этом следующем этапе должен прийти этот звездный тренер? Или это уже еще через какую-то ступеньку? Ну, если, допустим, уже этап может начаться, допустим, с того же самого, с первого класса, когда ребенок пришел в класс, и видно, что этот ребенок активный, или у него очень хорошая растяжка, эластика, допустим, то этот тренер уже, вернее, преподаватель спорта уже может порекомендовать родителям, отведите своего, допустим, ребенка в ту спортивную школу или к тому специалисту, покажите просто. Я так думаю, если я смотрю, покажите, допустим. И также, допустим, следующий специалист передает дальше, чтобы не замыкать, а мне все равно что. А чтобы передавали дальше, допустим, активный, вот парень, давайте поможем его, давайте. Ведь тоже, допустим, Ульяна Семеновна тоже привезли сюда из Дагопиловского района, привезли сюда в Ригу, и она жила там у одного человека в квартире, потом получила комнатку, и чтобы ее стало. Она могла прекрасно жить там, в Латгалии, и не стать олимпийской чемпионом. Она была бы высокая, она была заметная там, но она бы не стала олимпийской чемпионкой двукратной. Так что кто-то должен ее взять, ввести. Но, допустим, чтобы эти люди все думали, искали бы этих талантов, им тоже нужно, когда, допустим, потом человек поднимается наверх, ему тоже нужно, допустим, пригласить в кабинет министров и дать премию, пусть там тысячу евро, но дать премию. Ну, хотя бы сказать о нем на всю страну, что вот этот человек заметил, он стоял у стопов. Он был первый, потом второй был, третий, четвертый, пятый, допустим, вот эту лестницу, все. Нужно показать, что это они, отцы вот этого, допустим, спортсмена, а не так, что, допустим, один есть, в лучшем случае покажет, который есть сегодня, и все. Хорошо. И вот мы показываем феномены Гомельского и Тихонова, что да, вот один фактически поднял латвийский баскетбол, а другой латвийский хоккей. То есть роль личности, роль тренера в каком-то виде спорта, она имеет очень большое значение. Но вот у нас, допустим, есть Клементьевы, да, вы и ваш брат Ефимий, вы действительно спортсмены мирового уровня. Насколько вам, ну, государство латвийское, например, предлагало бы или предлагало, может быть, в прошлом создать свою школу, передать этот опыт, стать вот этими тренерами латвийской сборной команды, которая могла бы повторить ваш успех? Ну, так как мы выходцы из трудовых резервов, а в связи с восстановлением новой страны, как бы, трудовые резервы тоже как бы себя иссякли, было или преобразованы… Это спортивное общество, трудовые резервы. Спортивное общество, трудовые резервы, да, оно всесоюзное было, где все вот эти профессиональные технические школы были в этой системе. И я горжусь тем, что я вырос в этой системе и моих два брата, и Ефимия, и Пётр. Вот, ну, мы были в Лилу понагодились, где стадион я у него был, вот, и… Там тренировки ваши происходили. И в 96-м году мы сделали попытку создать спортивную школу, братья в Клементьевых, мы её создали, она официально была зарегистрирована, и тогда понял, министерство образования спрашивало, а у вас нет туалетов, мы не можем, у вас нет туалетов. Я говорю, мы 25 лет там находимся, у нас туалетов там нет, туалеты на улице, и при стадионе там в Вигваме в следующем, да у нас туалетов нет, и воды ни холодной, ни горячей у нас тоже нет, но мы готовились там к Олимпийским мигерам, тренировались и умывались зимой в январе из речки прорубав, хотя уже с 80-х годов в середине стояли плакаты, что купаться запущено в Лилу, но ничего не было, никаких кожных заболеваний не было, так что всё было нормально. Но в 2000 году, когда министерство образования сняло статус, эта земля являлась как национально-спортивная база, она принадлежала к Лиловским теннисным кортам, Национальный совет по спорту снял статус этой земли, базы, что это значит, что можно приватизировать. И министерство образования продало эту землю, построили Лиево-аквапарк, самый большой прибатник в то время. А нас под трактором, и пока мы с Ефимом были на Олимпийских играх в Сиде, в 2000 году мы пришли, констатировали только голо поле, остались те деревья, которые мы сажали сами. То есть такое отношение было. И за эти 20 лет никто не предложил, что давай-ка мы тебе откроем спортивную школу, чтобы ты там посещал. Нет, этого не надо, все против. Но, между прочим, ваш пример вдохновил очень многих спортсменов, и традиции гребли в Латвии сохранялись на протяжении многих лет. Вот сейчас мы попросим нашего звуко-режиссера Евгения Копейна связаться с одним из спортсменов, который, кстати, участвовал и защищал Латвию на международных соревнованиях. Его зовут Роман Астапов. И он сможет рассказать, вот как его спортивная карьера раскладывалась, насколько государство, может быть, помогало ему или не помогало в том, чтобы он мог защищать страну и латвийский флаг на международных соревнованиях. Роман, добрый день. Добрый день. Вот хотелось бы узнать вашу историю, как развивалась ваша спортивная карьера, насколько вы чувствовали поддержку со стороны федерации, со стороны государства, в том, чтобы ваши спортивные таланты реализовались на международном уровне. Понял. Иван, добрый день. Да, добрый день, Роман. Ну, скажем так, я не из тех людей, которые привыкли на что-то жаловаться или сваливать вину каких-то своих недостигших целей на других. Я предварительно слушал, о чем вы говорили, отчасти, наверное, в согласии с тем, что Иван говорил. В общем, если анализируя ситуацию, скажем так, изначально, наверное, конечно же, плод, который развивается, вложить сразу же и дать ему денег – это тяжело. Ты должен увидеть потенциал. Вот, соответственно, первый тот, который вкладывает и помогает. Я не говорю сейчас финансово, по финансовому составляющему. Я говорю про общую помощь. Помощь – это она может быть советами, подсказками или стратегией разработки того же самого плана. Это, конечно же, первый твой тренер, который в тебя верит. И, наверное, самая главная составляющая сейчас того, что я сказал – это вера. Если в тебя верит тренер, федерация, страна, и верит в результат, которого ты можешь достичь, то отчасти это уже половина успеха. Тогда, когда верят, тогда их включат другие ресурсы. К сожалению, случилось действительно так, как вы и ранее говорили, что наш спорт, он на фоне нашего государства не настолько популярный, насколько популярны, допустим, тот же баскетбол, бобслей, биатлон и другие более популярные виды спорта. Потому что тогда, когда наши ребята, не только я, но и другие привозили кубков мира, чемпионатов Европы, медали, про это очень мало точно говорили, не так громко. Но стоит только на Кубке мира быть в десятке, к тому же биатлонисту об этом отвечать как о национальном достижении. И мы этому всегда удивлялись, и отчасти даже может быть какая-то такая, можно сказать, зависть, независть. Не знаю, как правильно это может быть назвать, чтобы не обижать людей. Ну, да, может быть, обида, ревность, да. Да, в глубине души она такая. У меня она всегда была добрая, но, знаете как, как родители не выбирают, так и, наверное, вид спорта, я бы хотел сказать, что он не то чтобы не был выбран. Вот ты в него пошел, ты в нем уже сложился как спортсмен, а дальше это уже твоя жизнь. То есть, ну, гребля – это было то, чем я жил. И во мне лично очень долгое время не играло роль финансовой составляющей или какой-то такой поддержки. Потому что если я не ощущал поддержку со стороны тренера государства или кого-то другого, то я думал, как из этой ситуации выйти самому. Соответственно, мы потихонечку подошли к главному вопросу, который вы создали. Ощущал ли я какую-то поддержку со стороны государства? Со стороны государства я ощущал поддержку, но минимальную. И эта поддержка уже была тогда, когда ты уже что-то показал. Но чтобы я к этому пришел, в меня лично вкладывал мой первый тренер как деньги, так и свое время и все остальное. Чтобы я что-то показал, он был тот, кто поверил. Я сейчас помню первый чемпионат мира с джинером, на который мне нужно было ехать. А я еще был три года моложе того возраста, который основной был. То есть за три года до окончающего года я уже мог представлять Латвию. Я выигрывал в Латвии нашу юниорскую регату и, соответственно, мог представлять ее на чемпионате мира. Но проблема была в том, что у меня не было денег, чтобы поехать в страну, где производился чемпионат мира. Это была Бразилия. Роман, назовите, пожалуйста, имя, фамилию этого замечательного человека, тренера. Сергей Бобков. Спасибо. Ну, Бразилия. Слушай, один билет стоит 2000, наверное, или 3. А тогда, да, да. Именно тогда так и было. Но на тот момент я точно помню, что он просил какие-то 100 долларов хотя бы помочь. Но у моей матери не было даже этих 100 долларов, чтобы дать мне этот билет. Хотя она бы с радостью, конечно, бы все бы собрала и все бы отдала. Ну, и на тот момент время просто решила из своих личных средств финансировать нас и оставила. То есть от этого и пошло то, что потом, приехав с этого чемпионата мира, мы, по-моему, были, наш экипаж, мы заняли 10 место, мы не попали в А-финал. По нынешним меркам мы были в Б-финале первые. И, соответственно, от этого потом пошла какая-то государственная поддержка. Государство выделало минимальную стипендию от федерации и государство выделало от Латвийского Олимпийского комитета деньги на подготовку к следующему сезону. То есть, сказать то, что государство не помогало, нет, государство помогало. Ну, Б-группа, наверное, 3000 в год, наверное, было, да? Нет, Иван, это вот сейчас те цифры, которые вы говорите, это не сейчас, потому что тогда, когда это были 2000-е годы, и мы тогда жили намного скромнее, я как сейчас помню, вот, был такой спортсмен Женя Сидорук, который от федерации на тот момент, по-моему, какие-то 20 или 30 латов получал стипендию за достижение на мировых первенствах. Он приходил, вот мы учились в Мурине, у нас было много друзей, мы в комнате жили, и вот он единственный получал эту стипендию, кушать надо всем. Вот он получил эту стипендию, поехал, пустил покушать на всех, и на всех подратки все это поделил. То есть, мы говорим о деньгах на тот момент, которые давались на сезон, если я не ошибаюсь, мне 500 латов выделялось уже от Латвийского комитета, а стипендии, которые мы тогда получали, ну, вот они, вы только что слышали, 20, может быть, 30 латов, и этому мы радовались, да, то есть, чтобы мы даренному коню в жутки не смотрели, хотя в данном случае это не подаренный конь был, а... Заработанный. Заработанный, да, причем заработанный, Иван правильно сказал, если он занимался в зале, в котором не было ни души, ни туалета, я выходил без пущи такого же зала. Ну, когда зимой мы ходили готовить зал штанги, но мы захозили с перчатков в куртке, потому что отопления там не было, к железу притронуться невозможно, потому что к рукам оно там чуть ли не примерзало, тогда мы как-то нагревали обстановку разминкой, ну, а когда уже, конечно же, потом всем остальным ты нагрел помещение и своим дыханием, ну, тогда уже раздевались и шла полная, как бы, тренировка, и все было хорошо. Но мы на эти условия никогда не жаловались, что тебе негде переодеться, негде помыться, негде принять душ. То есть ты заходишь вот в таких вот, ну, нереальных условиях тренируешься, вот как в фильме «Рокки Бальбо», да, как бы лучший результат, наверное, у того, как ты в таких спартанских условиях тренируешься, нежели чем тот, кто тренируется в идеальных условиях. Но тут всегда будет, да, золотая середина, наверное, когда должны в чемпионе быть многие составляющие. Это работоспособность, это талант, это помощь еще со стороны, да, то есть если, ну, помощь со стороны, я имею в виду государство или тренер, и тот, кто может тебя правильно провести, то есть если тебе могут правильно со стороны, так сказать, программу, составить план действий, то есть это, ну, вот-вот-вот все вот эти вот, когда вместе составляющие совпадают, тогда и вырастают чемпионы. И, как правило, ведь Иван, наверное, подтвердит, что вот эти вот все победы, они складываются из мелочей, то есть нужно думать над мелочами, а вот на эти мелочи, на которые нужно обратить внимание, зачастую просто либо не хватает внимания, либо ресурса, то есть они большие вещи делают чемпионов чемпионов, то есть большая вещь, это имеется в виду, человек должен быть талантливым. У нас очень много и сейчас, и было, да, наверное, и будет вот действительно в гребле талантливых ребят, но эти таланты, они угасают, а угасают они действительно из-за того, что не продумываются вот мелочи. Как мелочи, я имею в виду, вот допустим, поставить составляющие, чтобы мы достигли какого-то результата, нужно, а, понимать, к чему мы идем, и поставить план действий. Соответственно, когда мы поставили план действий, мы смотрим ресурсы, которыми мы располагаем. Ну и так далее, и тому подобное. А где сейчас, Роман, извините, перебью, где сейчас тренируются грибцы? Вот мы говорили о том, что спортивная база в Лелупе была, ну, разрушена, приватизирована и так далее. Он в Елгаве был, он в Елгаве. В Елгаве появилась, и вы тренировались в Елгаве, да, Роман? Вот где сейчас ребята тренируются? Есть у них такие дорожки и место для регат? Места для регат нету, но сейчас условия, как я смотрю с высоты своего полета, это может быть, знаете, такое обращение обратно, а вот мы, когда были, у нас было все намного хуже, а вам сейчас все дано, и вы вот такие вот стали... Ленивые. Избалованные. Да, избалованные, я даже сказал бы. То есть избаловалась ситуация. Если бы мне в свое время дали те условия, которые сейчас имеют условия ребята, ну, то есть, если бы я бы точно был, уже бы по-другому на это смотрел. Но это все якобы докабы, и вокруг бы выросли бы грибы. Сейчас, допустим, если мы говорим про ту же Елгаву, план развития той же грибковской базы был утвержден, если я не ошибаюсь, два года назад. Если Иван знает, то есть, может быть, он покажет более точно. То есть Дума утвердила и выделила 800 тысяч евро на постройку базы, которая будет соответствовать всем нормам тех условий, чтобы можно было нормально тренироваться, чтобы действительно хотя бы у тебя был нормальный туалет, нормальный душ, нормальная развивалка. Но это было какое-то время назад. Как это там развивается, у тебя эти деньги ушли или не ушли, и что там подтвердили, я честно не знаю. Но когда я это услышал, я сразу же порадовался, позвонил своему тренеру, и я говорю, о, классно, ну вот за ребят радовался. А он на это так, фактически смотрел, сказал, ну, еще неизвестно, когда что, и будет ли вообще, и что это вообще такое. Но сейчас, наверное, условия, как мне кажется, даны намного лучше, но вопрос, используют ли их под той цель и назначение, которой это все дают, или не используют. Почему разбазариваются какие-то средства, которые когда-то были выделены, и нет того результата, на который рассчитывают, ну, я бы, наверное, не хотел бы это комментировать и оставил бы, наверное, без комментариев. Я могу говорить только за себя и ответить, вот как мне помогало или не помогало. И вот если отвечать, помогало или нет, я хочу сказать, что помогало, конечно же, но не в том объеме, в котором нужно было, не в том виде, как нужно было бы, но какую-то поддержку я чувствовал. Минимальную, но я ее чувствовал. И, соответственно, если резюнировать это, что ранее сказано, я бы сказал бы так. Писание утопающего было дело рук самого утопающего. И, соответственно, если я хотел поставить перед собой какую-то цель и достичь какого-то результата, то я понимал, что с теми, которые мне дают, и так мне дают, но я, к сожалению, это сделать не могу. И так как я, можно сказать, был просто фанатом этого спорта и думал прежде всего о том, что, во-первых, мне нравится этот спорт, я его просто любил. Я думал, чтобы этого достичь, как я должен это сделать. А что я должен смотреть, чего мне не хватает. Я анализировал себя, просил снимать меня со стороны, анализировал технику. Кстати, Иван, это техника Ивана, это та техника, по которой меня мой тренер и учил вообще. Я изначально вообще в экипаже двойки греб на тысячу метров, а потом я перерос в спринтера, когда тренер увидел во мне вот именно три спринтерские задатки. А как раз спринт, он признался сам, что он, ну, спринт не может так натренировать и не знает, как его сейчас тренировать, чтобы быть вот на том уровне, на котором нужно. И он, наверное, доверился больше мне. Он понимал, что я знаю и понимаю, что нужно мне самому для того, чтобы достичь более лучший результат. И его самая лучшая помощь была в том, что он мне не мешал. И, скорее всего, он слушал больше меня, он расставлял определенный план, но корректировал его, исходя из того, какие у меня на тот момент были возможности. Ясно. Спасибо. Спасибо, Роман, за ваш рассказ. Да, это был Роман Остапов, человек, который много лет занимался греблей и считает это частью своей жизни. И вот, к сожалению, из его рассказа мы можем сделать только вывод, что помощь спортсмену в пути на Олимпийские вершины, она недостаточна. И вот, может быть, ситуация в гребле изменится, когда в Елгове будет закончено развитие этой грибной базы. Но все-таки Елгова есть Елгова, а в Риге соревнования проводились. И даже, я помню, был такой проект где-то возле Луцевсал сделать этот грибной канал. Известно ли вам что-то об этом? Я, может быть, немножко так раздвину эту тему в Велгаве, когда я был 7 лет назад, возглавлял спортивную под комиссию спорта Латвии, Сейма, то мы делали выездное заседание в Елгаве, мы посетили эту базу, где Роман занимался, посетили этот знаменитый туалет, который до сих пор, наверное, еще просто поставили сейчас домик на улице, но туалет старый, такой просто свободно падающий тип. Я хуже видел только в Смилтоне у пожарников, там еще труба только вверх шла метров 10 высотой, там вообще было ужас. Пожарники им сказали, лучше не заходите туда. И действительно, после этого начались разговоры, что нужна грибная база новая. Один бизнесмен хотел это просто место и греблю подвинуть в начале на другой берег Лелупы перенести, где пока нет никакой инфраструктуры. Но сейчас вроде бы как бы чуть немножко подальше, на том же самом острове, но чуть-чуть подальше, где база находится. Но там больше места, больше возможностей. Но вроде бы пока все идет. Но деньги, если они были выделены в 800, они не могут пропасть никуда, они могли просто переложить на следующий бюджетный год, потому что пропасть я не могу. Если, допустим, проект или проектные задания не готовы, то деньги никому нельзя дать эти все. Не так все просто. Но я когда был в Елгаве летом, то разговаривал, ну, вроде бы пока как бы все идет. Но это тоже задача, допустим, этой спортивной школы, задача президента федерации Кануэа – ехать, разговаривать с руководством города Елгавы и теребить все время шаг за шагом, капать, 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 капать. Говорит на всех уровнях, чего мы не делаем. То есть, тут опять-таки нужна личная инициатива, нужна настойчивость. Под ближайший камень вода не исчет. В Риге, что ли, если вы сказали, в Риге еще в 88-м году, когда я вернулся с Олимпийских игр, а вчера как раз была годовщина «День кануэллатвии», как я его называю, когда я стал олимпийским чемпионом в 1988-м году, 1 октября. Вчера была годовщина моей победы. Прошло 32 года, и тогда министр спорта Латвии Дауман Знатный сказал, что обещает, что через два года здесь на Луце пройдут международные соревнования на новом грибном канале. Соревнования прошли, и приехали там два экипажа, по-моему, академической гребли из Америки, и соревнования прошли международные. На этом закончились. Но было вложено в то время, составлен проект подготовлен грибного канала, были снесены там дачные участки, были которые, выровнен берег, взорваны такие бетонные плиты, которые там использовали при постройке островного моста. И стояли зеленые, и фиксируя, сколько кусочков бетона падало в малую долгу, чтобы там собрать, допустим, их выловить там всех или заплатить штраф. И было вложено тогда в то время, в 1989 году, полтора миллиона рублей. То есть процесс пошел. Но потом пришли 90-е годы независимости, и все заглохло. Я пытался поднимать этот вопрос в 2000-х годах там довольно активно, но столкнулся, что сама федерация была против этого. Федерация была против строительства грибного канала. Потому что они понимали, будет грибной канал в Риге, никаких соревнований не будет проводиться в городе Лимбаже, где грибная база есть. И они были против, а эти рижания… То есть местечковые интересы перевесили государственные. Да, да, вот так все. И меня обвинут, что это я хочу сам, я хочу приватизировать там луцев, сало, все, мне это надо. Я сам никогда не смогу заплатить налоги за это все луцев, сало. Это громадные денежные деньги. Ну, до сих пор пока, как бы, допустим, проект есть, не проект, а типа такая визия есть, пока еще не продали всю луцев, сало, грибной канал еще возможно построить. Ну, это нужно биться. Когда я два года назад, мы с братом собрали двух президентов водных видов спорта в Федерации академической гребли нашей, я говорю, ребята, почему от вас нет ни одного письма в Рижскую думу, что вам нужен грибной канал? Дал им образцы, что писали мы, допустим, несколько лет. Он говорит, напишите такую копию хотя бы сделать, и все. Прошло несколько лет, никто не написал ничего. Ну, раз не можете написать письмо, просто рассмотреть вопрос на Комитете о развитии города Риги, ну, значит, ничего, сейчас у нас в Риге рестарт, и они сейчас возьмутся за все. Может быть, к ним надо идти и договориться проще, чем со своими будет. Да. Хорошо, спасибо. Сегодня мы разбирали спорт высоких достижений. К сожалению, часть только темы смогли осветить, потому что вот передо мной лежит смета расходов и доходов Латвийско-Олимпийского комитета. Мы хотела, я хотела как бы поподробнее на все эти цифры, попросить комментариев Ивана по этому вопросу, но мы уже сейчас не успеваем этого сделать, поэтому сегодня программа «Подоплека» заканчивается. Гостем нашим был олимпийский чемпион депутат Сейма Иван Климитев. Программу провела Людмила Прибыльская и звукорежиссер студии Евгений Копеин. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова